Всем привет, это канал Ля Подкаст, меня зовут Антонина, мы здесь с вами продолжаем говорить про маркетинг, брендинг, про разные компании, про предпринимателей, смотрим интересные подкасты. И сегодня это видео, это первое видео из серии 12 мини-лекций об архетипах маркетинга, они также существуют и в психологии. То есть, в принципе, это 12 основных архетипов человеческих, которые каждый, естественно, относится и к нам с вами, и каждый есть из нас, и из этих архетипов. Компании взаимодействуют с нами, личные бренды взаимодействуют с нами, мы взаимодействуем с людьми. Так что, если вы занимаетесь каким-то своим проектом, что-то продаете, продвигаете, или просто вы не безразличный человек, которому интересно узнавать этот мир с разных сторон, обязательно досмотрите всю эту серию видео до конца. Сначала немножко базовой информации, как я уже сказала, архетипов 12, и они поделены на 4 группы, соответственно, из 3 архетипов каждой. Они поделены на группы, у которых есть какое-то единое общее стремление. Это может быть стремление к миру, к краю, это может быть стремление к тому, чтобы оставить след свой в этом мире, это может быть стремление к такому геройству, воинственности, к каким-то успехам, к постоянному движению вперед, или же это стремление к упорядовочению мира, это стремление четвертой группы. Это видео, как вы могли увидеть на обложке, в названии посвящено первому архетипу, это архетип ребенка. Я обязательно расскажу в этом видео, что это значит, этот архетип, как его применять, какие компании коммуницируют с людьми из архетипа ребенка, для каких товаров, услуг, продуктов идеально подходит этот архетип и какими смыслами он руководствуется. Также еще немножко базовой информации. У каждого архетипа есть три, так сказать, слоя, то есть три этапа становления этого архетипа. Первый, второй, третий мы тоже будем разбирать. То есть это такие уровни усложнения архетипа, где, если мы будем смотреть это на примере ребенка, мы будем смотреть в этом видео подробнее, изначально это там одни мотивы, совсем такие простые, на третьем уровне это более сложные мотивы, и компании, которые выстраивают свой маркетинг из архетипов, они обязательно тоже это осознают и используют, выбирают определенный конкретный уровень для своих рекламных кампаний и для коммуникации в целом, и в нем существует. Итак, архетип ребенка, он стремится к краю, он стремится к этой легкости, и главный такой девиз, главное желание архетипа ребенка, главный его манифест, он в том, что каждый может быть собой. То есть это как раз про детскую непосредственность, про то, что можно вести себя по-всякому, проявляться по-всякому, быть разным, быть игривым, быть беззаботным. И вот это вот главные такие характеристики архетипа ребенка. Примерами кампаний в архетипе ребенка могут быть золотой яблоко, у нас, кстати, есть классный видеоразбор, мы оставим ссылочку здесь, посмотрите. Также это Макдональдс, Кока-Кола, Баскин-Робинс, это разные, естественно, сказочные персонажи, там Винни-Пух, какие-то дети из сказок. В общем, примеров, на самом деле, вокруг нас много, и кампании, которые существуют в архетипе ребенка, они не обязательно продают что-то детям. Да, конечно, там Кока-Кола и Макдональдс, отчасти это детские товары, рассчитанные на то, что дети будут их хотеть. Но, например, то же самое золотое яблоко, и, кстати, как вы писали в комментариях к разбору этого бренда, они как раз-таки пробуждают нас вот эту детскость, показывают нам, посмотри, как всего много, как все здорово, как ты можешь позволить себе все, что захочешь, какое все цветастое, яркое, красивое, интересное. Останься здесь, побудь с нами, позалипай, порассматривай, естественно, купи себе 10 новых помад. В этом как раз суть коммуникации через архетип ребенка, в том, чтобы в людях этого ребенка пробуждать. Вообще для маркетинга важно понимать, что у вашей целевой аудитории, у нее есть все архетипы. То есть, в принципе, как и любой человек, мы с вами переключаемся из-за этих архетипов. Естественно, есть какие-то ведущие архетипы, в которых человек существует большую часть своей жизни, в коммуникации с разными людьми в разные моменты. Мы эти архетипы меняем, и также потребители, когда мы к ним обращаемся, мы тоже можем действовать из разных архетипов, можем использовать это в каких-то рекламных компаниях, в каких-то отдельных товарах, которые выпускаются на конкретную целевую аудиторию. Мы понимаем, что вот это сейчас будет именно на архетип ребенка. Мы делаем это в детском архетипе. Но все равно глобально у каждой компании есть какой-то один большой ведущий архетип, потому что если просто постоянно переключаться из одного в другое, то это будет хаос. А как мы с вами говорили в одном из видео, если вы не смотрели, обязательно посмотрите на канале, что главный принцип, которому мы должны придерживаться в маркетинге, это принцип предсказуемости. Поэтому если вы выбрали себе конкретный архетип, вы поняли, что он вам соответствует, по смыслам, по ценностям вы выстраиваете коммуникацию в нем, нужно его придерживаться, но при этом, конечно, в какие-то точечные моменты можно встраивать и другие архетипы. Чего же глобально хочет ребенок? Ребенок хочет ничего не делать, кайфовать, наслаждаться, радоваться жизни, не нести никакой ответственности. И, собственно, вот это вот чувство и создают бренды, которые существуют в архетипе ребенка. Или даже блогеры и личные бренды, эксперты, которые тоже действуют в этом архетипе. Для ребенка очень характерны именно чистые образы. То есть если вы понимаете, что вы действуете из этого ребенка, что у вас аудитория, которая вот хочет создать эту легкость, эту беззаботность, обязательно следите за тем, чтобы какие-то моменты, скажем так, грязи или тени не проскакивали, потому что тень – это у нас про бунтаря, это, может быть, про героя где-то, про искателя. Но вот ребенок, он существует именно в этой чистоте. Для ребенка очень характерны светлые цвета, где-то что-то добавление яркости. Очень характерно использование каких-то природных картинок, если вы делаете визуал в архетипе ребенка. Это могут быть съемки на природе, съемки с детьми в кадре, естественно, съемки в каких-то более детских образах, детские прически. То есть если, например, у вас бренд одежды, который существует в архетипе ребенка, и он или направлен на детей, или просто вот вы так выбрали. Кстати, Viva La Vica частично тоже существует в этом архетипе, потому что, да, там и само слово царские, то, как они оформляют, то, какие рекламные кампании они делают. Напишите в комментариях, если хотите отдельный разбор Viva La Vica, мы можем с вами разобрать это с точки зрения архетипов, того, как они выстраивают свою коммуникацию. И ребенка они тоже используют точно активно. У каждого архетипа есть свой такой главный страх. По сути, этот страх – это страх вашей целевой аудитории, это то, что можно сразу отрабатывать в коммуникации, отрабатывать в контенте. Естественно, у ребенка главные страхи – это ошибиться и получить наказание. То есть здесь все максимально прозаично, логично и очевидно. То есть если вы продаете, неважно даже любую вещь, может быть, вы продаете какое-то обучение, какой-то продукт, и вы понимаете, что часть вашей аудитории точно в этом архетипе, как раз таки страх ошибки, страх выбрать неправильный размер, страх того, что это не подойдет, страх того, что у человека что-то не получится. Вот все вот эти возражения можно заранее отрабатывать, зная, что у ребенка это, в принципе, единственный архетип, который больше всего вот этого боится. Еще один важный момент, который вы должны знать про этот архетип, это то, что дитя хочет жить классно, кайфово и круто здесь, сейчас. То есть ваша коммуникация, она должна показывать то, что вот вы купили там вещь, вы купили условный там кофе, а это можно использовать в таких продуктовых компаниях, или вы купили какое-то платье, вы купили какое-то украшение, и ваша вот эта райская жизнь, она началась здесь, сейчас. То есть какие-то долгие изменения, какой-то путь, показывание даже некого пути трансформации. У нас есть почему-то такое мнение на рынке, что вот надо показывать там путь, какое-то преодоление, какие-то трудности, какие-то препятствия. Вот, например, архетип у ребенка это вообще не свойственно. То есть если вы транслируете архетип ребенка, у вас в целом легко, классно, свободно и спокойно должно быть всегда, и вы должны показывать своей аудитории, что соприкоснувшись с вашим брендом, вот эта легкость, спокойствие и безмятежность, и радость, они появятся у них здесь, сейчас. Потому что дети, как мы все знаем, они не любят ждать, не любят думать там что-то наперед. Вот, если у ребенка есть выбор получить даже немножечко, но здесь, сейчас, или получить больше потом, он выберет получить немножечко здесь, сейчас. Поэтому работая в этом архетипе, это тоже один из важных смыслов, которые вы должны учитывать. Трансформируясь в архетипе, то есть усложняя его от первого уровня, где это такое вот все самое простое и приземленное, где условный такой образ ребенка первого уровня, это Винни-Пух, немножко усложняя смыслы, если мы сначала говорим просто про легкость, потом мы уже начинаем искать какой-то способ избавления от проблем, способ жить здесь сейчас, то на третьем уровне ребенок, это уже такой некий философ. На самом деле, многие эксперты, которые сейчас продают всякие эзотерическую такую историю, психологию, и даже Саша Белаяр, у нас тоже есть один такой ролик про Сашу Белякову, который активно использует этот архетип, они показывают уже стремление жить здесь сейчас, знаете, такое на уровне мистики, на уровне того, что это, в принципе, для каждого, что можно соприкоснуться с какими-то другими материями, соприкоснуться с этим раем на земле здесь сейчас, создать его внутри себя, и ребенок, когда вы чуть-чуть усложняете свою коммуникацию, он уже может быть не таким, что вот просто там купи это, и будет тебе легкость, а он может быть уже более сложным, какие-то более сложные продукты, более сложная демонстрация эмоциональной трансформации вашего потребителя, где вы показываете, что вот соприкасаясь с этим продуктом, вы начинаете там по-другому смотреть на мир, то есть вы не обязательно там в моменте, вот так у вас меняется вся жизнь, у вас меняется внутреннее состояние, то есть на самом деле ребенок третьего уровня, это такой некий маленький Будда, который приходит в жизнь и начинает просто менять пространство вокруг себя. Если вы хотите использовать архетип ребенка, и вы чувствуете, что вашей компании он подходит, обязательно вот эту мысль тоже помните, и делая коммуникацию более сложной, более разнообразной, и начиная ее распространять на разные там каналы касаний с аудиторией, не используйте только самый простейший, что вот легко здесь сейчас, используйте обязательно несколько уровней. Кстати, если вы хотите узнать про архетипы, про их уровни, про то, как это используется в коммуникации подробнее, в июне у нас будет вебинар, приходите на живой вебинар, живой мастер-класс по маркетинговой стратегии здорового человека, и там мы обязательно поговорим с вами про архетипы тоже, и разберем на примере ваших продуктов, проектов и вашего бизнеса.